всем привет салют с вами за station очень тайлер и корпус искупления и лысый парень лысый бородатый парень redemption corps часть 5 у нас вроде как сегодня еще кусок книжки еще по-моему 4 где-то или почти 4 главы еще не перескажу все начинает выправляться сюжет начинаешь управляться слава богу потому что здесь никаких флэшбэков форвард бэков здесь чисто десантная операция мы закончили на чем на том что они готовили крутую операцию в ту операцию на макушку титана задается вот в общем то и как говорится у нас был план и мы его придерживались отправились разом заем балаха да там правились узорился на макушку титана пилот вот это вот некий-то резин кранс управляет валькирии причем там тоже очень интересно их валькирии типа модифицированные там паттерн который позволяет еще не только пехоту возить но еще и легкую технику они туда закат закатывают два кентавра этот маленький видимо них просто более расширенный отсек ну типа того там написано что типа такой паттерн который позволяет к помимо пехоты возить технику и вдобавок там не два как бы вот бортбор стрелка назвали болтер и прошу валькирии там открывай ну да вертся такие чуваки а 4 я не знаю как это выглядит картинки ну такой модельки по сути от видимо какой-то это вот придуманный сандерсом или еще чем это видимо просто более тяжелую разновидность но как бы да такое может быть то пускай будет я не спорю но логично потому что гвардейцам по идее тоже нужно как-то высаживать вот эти вот технику какую-то легкую хотя бы но здесь кентавры как укриваться в данном мне просто одно интересное на макушке титана кентавры то нет они там фишка в другом смотри там летят с ними они все раз обеспечивают прикрытие как бы они прилетают туда там идет у них звено они высаживаются у ног титана обеспечивают прикрытие а потом уходит на второй круг зачищает огнем уходит на второй круг и высаживаться на макушке они высаживаются на макушку титана на самом деле чтобы титана по сути отбить и посмотреть там принципсы живые вообще чуть с ними потому что он закупорен изнутри короче снизу его там не залезешь особо там пытаются культисты и в него стрелять его по ногам мы сейчас до этого дойдем а так у них летит вот это вот звено гигантского корабля и пролетает вот над этой лугой условный опланитоид там какой-то где находятся вот эти все заводы фактория механикум и все вот остальное и значит или он это луна у них называется и они летят соответственно горизонте появляется трубу нет завода там огромная фактория трубы 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 какие-то там значит мостки баки огромные ну общем полноценный этот самый заводской такой квартал мега завод с улицами там железная дорога своя естественно хоть поезд который потом тоже сыграет свою роль ну в общем все очень круто все очень круто и вот летит не одна валькирия несколько транспортников они потом соответственно несколько звеньев разделяются плюс самолеты прикрытия там у них типа все круто спланирован не такие что высадимся прыгнув с орбиты как-то случайно не так мы привыкли привоз макать а нормальная полноценная да у них там все не у них все очень продуманске и к сожалению это продуманске имеет четкий референс вот откуда вот эта вся история взяла что не обсудили операцию и полетели гребанное падение черного ястреба серьезный чувак остановился падением черного я но судя по всему много кто вархаммер расставляется падением черного ястреба и да и мэйди потому что там спейс-марины у каунтера при морисы устраивают операции в стиле падения черного ястреба эти ребята тоже они все летят значит на этих самолетах это значит розенгранцы на смотрят ландшафт начинается заводские кварталы смотрят типа полетают они к зоне высадки но это валькириш не реактивный самолет как бы это пока как вертолет по факту и она плачет там вот где у них зона высадки у нее как бы на скане что-то не то как бы что-то виднеется странно то есть ровные 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 трубы там заканчиваются и начинается какой-то там апокалипсис трэш и за счет игры что майор у нее летит вместе с ней мартинсона вы должны как бы посмотреть а там же откуда ты посмотришь он открывает просто дверь значит и выглядывает и смотри что да все очень плохо горит наша остановочка подруга высаживает операции командует майор да майор командует операции ну там несколько у них отделений вот он конкретно командует вот той частью который будет высаживаться на титан и он просто типа не налетели высаживая нас здесь атака чё такое объясняется что он увидел помнишь там значит они ходят один несчастный вархаун в тылу врага вот это вархаун там гулял гулял отстреливал вот этих вот еретиков причем там еретики это бывшие и техноадепты и какие-то рабочие в общем короче вот это черн все эти с кирками короче да чернокожие несчастные жильцы магадиша кварталов там один в один как вот они все там бегают с лопатами с автоматиками их там много и естественно как бы они не умеют убивать титанов но не умеют заманила титана в ловушке они заманили титана короче в ловушку и обрушили несколько заводских труб его придавило там заводскими трубами этого вархаунда лапками дергает его сверху придавило значит этими трубами сюда покорежно на это она и обратила внимание что трубы как бы заканчивают такой там свалка а откуда она появилась непонятно потому что естественно бомбардировки никого не проводилось сверху потому что мага сказали нет вы что наша драгоценная фактория рабочие там сами неплохо справляется они титана завалили трубами эти но ты он как бы там лежит дергается да и он с ног сбит руки у него прижаты стрелять он не может но что-то там шерудит ну и как бы вот эти вот толпы грязных вот этих местных жителей они значит на него набегают и строят него из винтовок мы не было штук и ходить вот она сильная пульда масло провод больше стреляют для прикола это помнишь как бы там тоже они бежали там все в бакок дауне и во все стороны стреляли вот здесь например также когда не добегают они начинают там было там колупать к пытаются его значит разломать и как бы ну ничего сделать нельзя мартон сыграть судьбу ну готовимся к высадке мы должны спасти ну команду команда они на самом деле собираются эвакуировать команду он зависает естественно этим всем они то тросах туда высаживаются хреболтеры сверху начинают с валькирином барражируют над этим на зоной высадки над этим титанами русский болтеров этих эту черн всю косит там в общем-то ну и майор вместе с тремя своими штурмовиками францы и все карапасы full place там шлема одета они спускаются туда из халганчиков там тоже подстреливают этих говноедов мелких и на титанов скарабкиваются и так идут прямо голове до стучаться стучаться в кабину но и с ними там значит пускается этот скитаре глав скитаре который у них там но он типа потому что разбирается в вопросе маг мага стрепка солнечном пытается значит доступ получить кабине они его прикрывают а он там открывает морду кабину этот вот феррус люпус железный волк железная волчица но значит они защищают именно башку этого титана от посягательств культистов этих герезняков кружит валькирия значит и смотрит что раз кабина сдвигается там лишь модерати там такие лежат по это самое не в себе но и видно что толп толп толпы то собираются идут особо то понятно что ты никого здесь не убьешь врагов столько они выговоривают оттуда модерати причем так просто отключают вообще не париться там ну им конечно плоховато и так как бы но они просто выдирают значит провода из них одного на плечо второго принципса скитарию этому передают он его там на плечо этого принципса взваливает но ты они значит по какой-то наклоненной трубе тык-тык-тык-тык куда-то на крышу забрались отстреливаясь периодически и там их знаешь это валькирия разница валькирии их подбирает да причем но они тоже зависают этой крыши стреляют тоже защищают зону эвакуации и значит такая вот спасательная операция них очень быстро производится пока вроде все не там пока вроде все неплохо закинули они всех внутрь несчастных ну потому что опять же тут вот тоже мы недавно обсуждали на стриме типа а что делает принципс когда у него титана подорвали где ему титана еще взять его сделать можно еще а если взорвали титана то как бы обычно принципсу очень плохо если принципса не убили то ему здесь раз повезло его спасли и как бы проще найти нового титана чем нового принципса в данный момент поэтому спасают всегда не махину конечно же ну и опять же махину как спасти приземляться на транспорт трубы эти разгребания до полностью обеспечивать зону они спасают вас от пилотов а потому что это ценные чуваки принципа другого титана посадить он поет карать а титана просто спасти сдохлым принципсом так подите еще принципе нового найдите где-нибудь который еще прилетит и сможешь с этим титаном взаимодействовать в общем проводят они такую спасательную операцию и значит дальше летят по направлению к как раз вот этому центральному храму собору первая зона высадки ну и естественно докладываю что зона высадки ребята под огнем они безопасны и вообще никак не безопасно это стоит святилище гигантской вокруг него какие-то там нужно прикольно механикус ну они как бы мехи конечно же они решили что это нельзя просто будет везде железо на планете у них там есть сады прилегающие к святилищу но поскольку там там все четко да там ты кишка в том что ну это техно луна техно планетоид там по это деревья не растут там разум какие-то гигантские суккулентные кактус вот но они естественно все уже прострелены 20 бестах там гигантские кактусы но тем не менее вот и проблема то в чем до зона высадки как бы под огнем она небезопасно на не защищена они рассчитывали что титан маленький придет и пойдет если способ защищать нет он будет им защищать как бы снизу разведывать и отвлекать на себя внимание а его трубами придавило защищать нечем ну и как бы без огневой мощи пса войны надо вот всех вот этих вот чуваков расчищать а там реально тоже к этому стоящему титану отключенному по нему уже как чайки пауки карабкаются эти культисты но стреляет не из автоматиков там естественно ну и в первую очередь они значит устраивают авианалет небольшой но там не разрешает ракетами обстреливать мага все это дело они просто набреющим полете пулеметом это область чтобы высадить можно было пехотку ну естественно там один истребитель подбивают он там где-то падает все таки одно сбили там blazer one blazer one упал бой хок дауни ну и значит пролетают начинает высадку они вот эти вот первой группы первых групп которые будут обеспечивать до плацдар вот эти кентавры как раз они высаживают а у них несколько валькирии не высаживать кентавры как автоколонна такая у них получается которая значит что устраивают они перейти до такой периметр и дальше значит они барражируют на местном падении вот этого истребителя и видят как бы так что пилот это они еще живы там пытаются выбраться ну набегают вот эти вот коротышки мятежники и там значит туда разбивают стекло прикладом и было гранатку кидают и там все взрывается типа и допускай нас немедленно подожди да немедленно то нет зона высадки небезопасно как бы мы сейчас установим периметр потом будем всех убивать за всех мстить но пока пока ну извините ребят очень жутко да жутко такое смотреть но опять как black hawk down ну да ничего не придумано вообще было ну и значит высаживают они ту часть которая наземную операцию значит собирается в общем-то устраивать ну и так когда приземляется что это валькирия чтобы кентавры из нее с первого высадились мортенс он там не сдерживается выбегает и бежит на самолет упавшему из автопистолета отстреливает на ходу мультистов которые там находятся там тоже по моему в black hawk down была сцена когда он получился снайперы по моему спасали пилотов не все кончилось патроны там пистолета стреляли на я помню что он отбилотов стрелился вот они это были там по у снайперы у них там тоже они защищали этих пилотов упавшим как на самолете тоже у них патроны кончились пистолетов бежит короче из пистолета фигачи значит в этих чуваков причем значит там встречает кого-то культиста шайтан трубой с ракетницей убивает его значит причем он там написано что он прибегает туда к упавшему самолету убивает там всех культистов и значит 2 обоймы разряжает несчастного культиста с ракетницей забирает у него ракетницу бросает там пустые обоймы забирает у него ракетницу воды уходит моя родители вам всем да ну типа там что он типа отомстил игорь и что назад возвращается значит валькирию ракетницу и мои розыгрыш это трофей данным вы что типа давайте уже полетели и говорят что все он как бы на борту кентавры огневую поддержку обеспечивают и значит они опять поднимаются наверх там осталось никому три вот этих вот истребителя осталось соответственно 2 3 сопровождают они значит их дальнейшую свечки в небо в общем-то и они готовятся он пополняет боезапас израсходованный майор свечка в небо они готовятся к высадке на макушку вот этого титан почему она думает что побыстрее бы он уже из ее как бы ну самолета потому что тогда будет меньше проблем с ним ну понятно потому что вот он про на собиралась взлетать он убежал и взлетать они не могут а тут зонта небезопасно там вообще нельзя приземляться по факту то надолго ну в общем он подверг и небольшому риску всех своих коллег ну и в общем то она надеюсь ему побыстрее уже сиганет из ее этой самой птицы и но как минимум сможет высоту набрать спокойненько себе там бархат она бы будет баражировать защищать всех сверху значит они осматривают опять же с высоты валькириевского полета все безобразие все вот периферийные районы вокруг этого храма не все новодненными еретиками культистами рисующимися толпами бунтовщиками потому что там восстание полноценное восстание полноценный бунт видят что и любое короче место где когда-то было там либо святый ког вилл там украшена даже аквиллы или ког виллу механикум узким уже там типа на пуски разорвали и осквернили то есть настолько все там типа уже у ненавидят империум с другой стоят шоу работяге их легко скажем так из беда саусти то есть не взять ну и понятно что у них вот все вот эти районы они там зоны операции где они проводят они все как бы ну это просто паутина улиц сдать и снайперских точек то есть там конечно очень тяжело это вот опять такое описание очень с известным референсом но они готовятся к высадке поднимаются выше 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 чтобы спрыгнуть скажем так там тоже фишка какая вот этот вот храмовый комплекс он защищен зенитными орудиями и поэтому как бы над ним на титаном она не может зависнуть надо делать затяжной прыжок сверху вот потому что ты не можешь там типа так спуститься и натянуть от собьют просто там у них это же механику у нас по-моему есть такой террин гигантская плазма пушку вот этот бастиончик да вот бастион с плазмопушки этом таких 4 по углам стоят эти плазма пушки как бы еще не забивают воздушные угрозы в общем неприятно и приходится набирать большую высоту и они совершают высадку на гравишутах вот этого титана варлорда мордис максимус прямо приземлиться у них гравишуты и вниз типа ты прыгаешь просто и они очень майор с его отделением они сигают туда вниз там у него стандартно описывается что те же самые у него друзья вот это вот как называется видеть то его подруга и вся его тусовочка такая ну и значит они готовятся к затяжному прыжку большому значит готовится сигать вниз тоже сообщает что как бы активно вот эти вот плазма орудия активно они сбили там еще один одну валькирию транспортную сбили белый гром упал не черный если у них белый гром белый гром упал сообщают типа только точно списывать да да майор такой черт возьми типа отправьте туда отделение пусть не попробуют вытащить а он типа упал в районе густонаселенном и вообще хрен знает но не подлететь ну говорит высаживать максимально близко высаживать отделение на кентаврах пусть они туда прорвутся значит эвакуируют пилотов и может кто-то еще выжил там целое отделение было прям фантастика какая-то началась в гвардии пилотов не ну там это это валькирия транспортная там еще видимо отряд и причем но отряд это все с турмовики типа считается хотя и поддерживают вальскианцы тоже там вальскианские части тоже высаживаются ну слушай из-за вальскианцев то явно никто переживать бы особо не стал так что видимо там все-таки какие-то ветераны в общем да в общем говоря что типа отправьте туда это самое отделение а мы как бы готовы и этот магистр-милитару трепка с он тоже готовится с ними на своих одулях высаживаться уже гравишут ему дали и прыгай потому что только он единственный он их сопровождает чтобы вот можно было в титаны как-то попали потому что там звонка снаружи нет звонок есть не денег не откроет без кода без позвонок никто тебе не откроет ну и как бы он такой ну что все готовы мы родились готовыми сэр и они туда прямиком в общем-то вниз и там кстати рассказывается в момент вот этой высадки про как раз эту ведет золо ведетта она значит мордянка как уже раньше говорили и где она познакомилась майором мортенсен что значит на какой-то там планете небрус 9 была чумная эпидемия мобильский зомби появились покс волкер в огромных количествах и значит прилетели туда орда сепультуру из инквизиции кто такие орда сепультуру смотрите у вас на ю тубе есть ролик посвященный ордами и норрис мелким орденом инквизиции это те кто там подробно мы про них и рассказывали тоже те кто как следы этого всемирного здравоохранения если за эпидемиями контролем за эпидемии но вот они прилетели таки бляда у вас от турбинская чума ребята ну что ж мы привезли вам вакцину мордянский полк орбитальная очистка циклоническими торпедами так вот называем мордянский полк там внизу находился в этот момент он сдерживал атаку этих чумных зомби собственно говоря и по сути мординсон с их с его отрядов о остатки мордянцев оттуда эвакуировал вот буквально за как обычно не взлетают вверх а снаряд уже за две минуты до санкционированный зачистки всей планеты в общем то и как раз вот он спас ну он забирал отделение видят ты с поверхности планеты и так они в общем-то и познают сколько от полка то толком ничего не осталось то и в общем-то он ее и пригласил поучаствовать вместе с ним в искупительном корпусе корпусе искупления ну и в общем все они там выпрыгивают дать открывается это аппарель и туда не жир анима луга и да вниз головой вперед механик просто просто прыгает туда и все он жесткий это не просто механик вот это типа главский тарий а главский он солдат а ну у них же темп потом все это вычищено лишнее он такой магистр магистр милитум ему плевать вот если пьему боятся да он боялся прыгает и прыгает в общем сигают они туда вниз и постепенно там тоже смог взрывы снарядов тоже кто обстреливает значит прилегающие районы и значение как метеоритный дождь вниз летят в общем-то красиво я только хотел сказать да помнишь в было в двух фильмах даже такая очень прикольная вот именно высадка в годзилле по моему новом они там такие прыгали с фальшвейер и смотрел и я вспомнил сцену из стартрека и снова они типа ну да прыгают на эту херню которая будет планеты да не слетят примерно такое и еще в это власть огня на драконы помню да 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 чуваки они также такие сигают они все в карапасов пристегнут внешних оборудований халганчики конечно же и значит они как метеоритный дождь вниз летят на огромной скорости прям там огромные перегрузки опять же конечно же описываются глаза не вдавливает внутрь черепа в общем не приятно очень странно потому что по идее это луна там гравитация несколько ниже скорость-то большая ускорение это большое все равно но хрен знает там гравитация видимо ближе к нормальной просто гигантской он проще им тяжко но не превозмогает конечно превозмогает и знаешь какой-то момент летят идут рядом с ними только вспышка как солнце поеду плазма пушка начинает хреназить в сторону когда они провели вот сейчас бы еще из плазма канона пошла дату векам стреляет логовый покров но она видимо по самолету стреляет взрыв вот этой плазмы вот и мартенса видишь что кто-то там начинает трепыхаться то есть они все летят резко вниз увидишь что кто-то начинает там трепыхаться он это как насколько это можно сделать в воздухе смещается в ту сторону и что одно из шумников а это вот как раз прайс помогал ему значит и он видит у него как бы правой руки правой ноги нету сожгло и он сам без сознания либо уже умер как бы да начну его взрывной волной вот ему как раздробила правую часть тела и он думает но он сейчас в любом случае в лепешку разобьется он пытается он пытается мы включить как бы активировать гравишут на нем чтобы его как бы ну он бы опустился хоть как-то может быть его можно стабилизировать будет потому что не мертв еще но увижу не как бы виза разбит голова там болтается такая ну непонятно живой мертвый он пытается активировать ему значит гравишут и тут в него попадает видимо из авто пушки в этого прайса просто разрывает падали вдвоем и мартенса отбрасывает тоже в сторону ну вот он там его начинает крутить естественно себя стабилизирует вот и выравнивает значит они врубаются и гравишуты и красивенько замедляются и приземляются прямо на горбушку этому несчастному титан титану до боевой машине нам на горбушку варлорда не приземляются все а там уже поэтому варлорда во всю ползают культисты ну они так типа ползают на пол шесть то есть не как бы меньше они внутрь не пролезают божественная машина но я но прикольно же все равно да ну тут еще штурмовики высаживаются прячутся за этими охладителями у него на спине тоже начинает этих пультиста там отстреливать вниз потому что ползут и значит спрашиваю чё как-то там да вот все нормально связь восстановлена бокс офицер ему докладывать что на место падения вот этого белого грома мы отправили комбой мы отправили конвой капитана деливали или там лейтенанта короче он сейчас они высадились в одной точке значит на кентаврах поеду через город туда посмотрит вообще живой кто-нибудь остался лет но судя опять же горит по вокс перехватом да там есть живые и они там защищают место по ним ранее до их надо оттуда вывозить других вариантов нет попробуем ну они значит пробиваются к собственно говоря площадке на спине титана где люк находится вход в его спин вообще и не начну потихонечку начать спускаться тросы сбрасывают и спускаются значит по его плат плат площадкам туда вниз и ему как бы говорят что пока кентавры будут разворачиваться что вот на место крушения при буду отправили двух снайперов еще вдобавок все как у ридли скоса в общем-то мы отправили двух снайперов чтобы они помогли периметр защищать и прикрывать в общем-то но он такой блин ну ладно мужики надежные должны справиться да оба снайпера дикого мира выживальщики и должны в общем-то хорошо там пострелять ну а вот эти вот культисты они внизу значит бегают видели что высадились прям на титана какие-то чуваки и заведовать удалейский на плечи на руки этого титана карабкаться ну вот они их отстреливают и со всех сторон значит они лезут они на что мы со всех сторон убивает этих культистов несчастных разделились и в итоге спускаются все из разных мест на вот эту вот площадку на спине титана вот как раз мартинсон вместе с вертой они такие ну чё как ты тут нормально нормально ну типа прайс это видела размазывал этот блин а прайс это размазывал в умигард хуже для тебя новости и и как бы вытаскивает из-за спины кусок разбитого панциря металлического с проводами из него висящими то все что слова скитарем и да это все что осталось так вот короче магистры милитаром трэп коса по ходу дела убили ракеты в него попали как он бегал значит его попали ракетой и вот как бы все он такой охренеть типа то есть в титаном имени попадем ну план а не работает он такой ну что делать план б и подзывает какого-то там они ставлю там дед реально дед подрывник с усами седыми дед подрывник квант и значит он будет ну чё он там есть уже обвешен какими-то там детонаторами проводами значит уже весь там бионический немножко ему пару раз не тот право перерезал и его все зовут он дядя вот ну чё дядя откройте титана верда загляни в титану да еще погоди направленный взрыв вынесем эту штучку и давай там короче ковырять этого люка что-то значит где мостик но находится мостик и он давай там собирать заряд просто на руках собирает подрывной заряд чтобы заглянуть внутрь титана в общем-то и он грустно я там говорит а типа ну ты безопасно на 100 5 минусы сынок чё ты блин я не такие еще двери ты подрывал наград с холи про гением там еще лучше защита а я взрывал и не такие переборочки вот ладно старик давай работа и значит у нее прикрывают а он там значит детонатор спаял что-то там протянул какие-то провода просверлил значит там в пульте мне там пульт начать дырочку играть готовы выужили мы войдем и будем находиться на командной палубе ну войдем конечно она-то еще останется после взрывом горды щиты из и со много это у меня техника безопасности все нормально и нажимает кнопку и на вот этого люка просто пламя вырывается и вот это вся от отверстия формируется отверстие на вместо люка может залить на фонарик надо посветили по вроде чисто ну полезно че делать я в деле мы все говорят в деле и полезли значит эту вот штуку ну и он передает как бы тот самый всем остальным кто еще на поверхности находится что вход открыт давайте спускайте все вниз потому что там же на самом деле кажется что варнорд большой но он не настолько большой то есть на вот это мостике но одновременно могут учить 6 уместиться может быть 10 максимум если там до плотника то есть а их то выставил снутом прилич несколько отделений и он там всем передаю что типа давайте мы сейчас заходим вы можете спуститься это же зайти внутрь так что говорят отступайте группами по 5 там человек на командную палубу титана но зачем все отделение стало загонять чтобы тебя культисты не убивают они защищаться то проще и там маленькая дырочка но ну хотя до расстреливайся а у них цель то какая зайти перегруппироваться не находиться под огнем опять же и потом посмотреть может принципса можно вся привести дать сам заработать уйдет правда мага со с ними нет теперь лучше делать а нет так ну принципсу значит эвакуировать готовить его к выкладку ну а дальше нам рассказывают про историю конвоя который отправился на помощь белому гробу конвой лейтенанта долевали лейтенанта проблемы будут у лейтенанта все хорошо потому что вы близки а не и он тусуется с такими живут он не штурмовик у него проблема только в одном к его отделению приписан кадет комиссар крик низ хера а эта проблема на проблема потому что это какой-то юнец которого никто не знает естественно да и вообще с кадет комиссаром неважно сказать даже с комиссаром никто не хочет в общем-то заработал немножко авторитета когда смотрите сам сцепился не проблема в том что лейтенант делевай он как сказать один из сыновей коррумпированных чиновников с войске и как бы единственным развлечением его пока он не стал солдатом было прожигать жизнь и охотиться за головой ну как бы убивать для потехи себе устраивали сафари на на черн скажем так и в общем то ну он такой наполовину как бы бандос на половину можно мажор да и у него дружки ему под стать его как бы отделение тоже так себе да в этом сидят за три здоровяка которые составляют его как командный отряд снайдер таркал и гонис они как бы их называют отряд зомби три бандита реально припасы громилась да это самые как бы худшие вальскянцы которых можно было вообще найти в 364 вальскянском полку они все там здоровенные все в татуировках по сути это бандиты психопаты ну вот такие вот они когда-то жили в подули и вот и гангеры реально у них есть не одна особенность они приторговывают веществами для всего полка добывают вещества стимуляторы соответственно всяческие там успокоительные травку ну короче как говорится гвардия-гвардия бизнес надо поддерживать и в поэтому они перейти они как бы обдолбанный фланг нормальный порт и пока бы да я не значит сидят в этом в кентавре вот этот вот лейтенант комиссар на три вот этих чувака водитель борт стрелок там особо-то больше людей не помещается и они значит едут по дороге в этой колонии кентавров и комиссару кригу ему не очень уютно конечно там находиться вот и они все они бассета против и смотрят на него пристально таки втроем шуме типа причем у одного там у него глаза стекленевшие он видимо реально там обдолбанный ну не возвращать по 5 копеек таки насидит значит там чуть ли слой с другими кабель сидят такие и как то но периодически между собой переговариваются обсуждая видимо комиссара посмеиваясь его оскорбляет все они на своем языке он не понимает не они как бы там просто шумно то есть они между собой говорят о нем в общем-то и видно что они поехали хочет там очень тоже не так прикольно описываются как помнишь в одном апельсине было вот это вот банда главного героя такие вот подонки вот это такие же подонки только в имперской гвардии еще и накачены наркотой и здоровенные ну и значит они в составе этой большой автоколонны едут там несколько у них впереди идет кентавров с бульдозерными отвал расчищают эту дорогу чтобы загоревшие какие-то музыки гражданская техника они там там типа раздвигают ее то есть едут не очень быстро едут не очень быстро плюс это ну по сути заводской район там не широкие дороги тоже да там но и и это стендом еще пытаются сверху обстреливать из автоматика но поскольку кентавры бронированы то они кстати у них сверху бронированы то есть в принципе жить можно жить можно да и это как вот они америкосы в магазине катались там на хаммерах своих они тоже бронировали там сверху и стрелок только там стрелков подстреливали постоянно эти да и там у них тоже сидит стрелок и сейчас оттуда будут отстреливать как ты догадался да ладно ладно да и значит они пока дорога чистая еще более менее там сохраняют боевую скорость коронки до завала помедленнее вот а по сути цель какая доехать до вот это место крушения белого грома периметр создать чем это ну не то что далеко они даже отсюда видят вот там вот этого титана на мике то есть видно они рядом это все происходит но туда добраться не то чтобы легко идут в какой-то момент сюда останавливается вся эта колонна какие-то взрывы видимо ракетами начинает их обстреливать и как бы все конвой никуда не едет передают по цепочке стоп машина охраняем периметр но видимо ведущую машину хлопнули торжественно не совсем там интереснее все произошло да интереснее все произошло потому что значит стрелок начинает там стрелять сверху него пролетает ракета и вот разрывает простые только ноги туда падают в отсек они там задраивают люфт короче сидят и по боксу сообщает что случилось они ехали прямой по по дороге железнодорожный переезд поезд не он просто поехал вроде ничего не предвещало закрыли слайдом и едет гигантский поезд медленный очень длинный механику все большое и поезда в том числе и все таки как не проедешь поезд едет очень медленно неторопливо сбить его как это все это закрыта дорогу еще она остановится и в общем то как бы ничего хорошего не будет чем такие вагоны горят то есть видим он на холостом ходу его спустили медленно печально катится и конца и будем но возможно даже без какой-то команды просто автономно катается на скрипту ну в общем и они сидят в кентаврах это у них автоколонны их обстреливают со всех сторон до лазерные выстрелы пули все это бьется по броне вот комиссар такой крик давайте за пушку такие чувак мы туда не полезем эти трое таки город вы чё и люк еще там закрывает на завертку что значит не ли не его самый хочешь сам лезь водителем такой что типа да вы давайте что там как там теперь делать и показать водитель там раздовольствуем прям в лобешник влетает ракет бронебойная и благо что там у них гусеница спереди попадает в гусеницу прожигая значит одну из гусениц и водителя значит оборудование там осколками посекло они слышат как бы его крики взрыв естественно всем там не очень хорошо внутри сильно там это самое тряхнуло тряхнуло да и комиссар даже контузило слегка и он приходит через какой-то буквально несколько секунд себя видишь что эти втроем уже типа выползли через заднюю дверь дым уже рассеялся они вытащили там полудохлого водителя раненого вышел этот лейтенант и как бы на место ехать нельзя дальше они пытаются значит создать какой-то периметр перестроить машины раненых вытаскивают прячут их в один из кентавров чтобы значит не отсвечивали в общем то что если что типа разворот он развернется и с ранеными уедет но пока они образуют значит периметр вот один еще кентавр прямой наводкой подбивают он начинает полыхать вот крик того пистолетик до 100 смотрят чё где а там там везде всех он когда по сути стреляют и лейтенант такой организуйте периметр подавить огонь и там значит у них конвоя из одного из одной химеры высаживается как раз здоровенный жрец экклезиархии это тот самый вот понтифик прит прит который помню в кутузке сидел в кутузке здоровенный мужик в рясе кремовый значит с каким-то там молитвенником толстый пояс у него значит на котором свисает всякие реликвии фолианты какие-то символы веры и он там тоже значит давай там приставаться всех подбадривать видимо приписан к этим вальскианцам понятно что он тоже видимо вот один из героев там этой движухи но они там организуют защитный периметр не пытаются как бы крик выяснить у деливали что делать-то теперь мы хочу делать то вот поезд вот он едет он может не остановится может остается и вообще никогда не проедет поэтому как бы если мы хотим добраться до точки крушения самолета нужно идти в обход на все обходить по верхам там же над поездом вот эти вот мостки на можно его обойти но надо входить в дома зачищать комнаты то есть проходить ручка кажется операция быстрее закончится они будут все это диногор делать-то нечего и мы здесь вот пока еще хоть безопасность вот на святой отец там защищает своими молитвами в конце-то концов чуешь и дело времени нет да говорит если мы типа сейчас не решим что делать мы не успеем к моменту когда титан штурмовать будут и к эвакуации не успеем поэтому говорит давайте так сделаем разделяемся мы значит сейчас здесь организуем отход а вы комиссар в общем-то отправляетесь с несколькими ну как бы отправляйте говорит на разведку посмотрите может там и никого спасать то не надо в этой валькирии грохнув если комиссар такой ну дайте мне пару человек хотя бы там мы пойдем пешком доберемся на место крушение если там кто-то есть мы их выведем мы-то знаем куда идти на вас на пеленгуемся вы нас дождетесь ну хорошо ладно если вы вернете кого-нибудь уже будет неплохо и я не стал доверить лейтенант такой смотрят на него кого вам дать то даже не знаю а вот берите вот этих трех моих горит мой командный отряд ребята вперед поедете с комиссаром можно не надо но плагал комиссар есть его адъютант вот этот здоровенный чувак который помнишь там корабле там который тоже войске они посредник до который в комиссарском корпусе с ним и он значит голям до боли он подходит сэр тоже пойду с вами это нет и может тут остаться надо не ну чего того же вот подходит к кенталу стабер сверху снимает через плечо все патроны на себя лишь намотал и горится я готов пойдемте горит составе руб значит с этими патронами ну и в общем колонна начинает разворачиваться чтобы как только значит они получат данные будут вступать к этому светилищу ну и чё делать депутаты могут ну в конце концов я присмотрю за вами с этими тоже друзьями то как-то надежды нет но пойдемте очень веселым отрядиком отправляются через вот эти вот здания сплоченной командой да через вот эти вот здания туда на ту сторону смотреть что там будет резин кран слетает на валькири барражирует как бы по у всех высадила теперь только она стрибор стрелки и и вот этот сервитар бенедикт который бывший второй пилот и они значит барражируют в общем то и периодически соответственно уже не из хэви болтеров а из автокэнонов которые подвешены под крыльями она еще открывает огонь по опорным пунктам этих еретиков защищает в общем зону высадки а там уже там реально как бы орды этих стекаются купавшему самолету там блин ну типа хоть кого-то мы можем убить поэтому давайте все туда пойдем они все туда как бы стекаются причем они там каждый какой-то обломочек используются чтобы там прятаться стрелять в ту сторону ну и по сути вот она пролетает расстреливая как бы вот эти вот а у нее еще в валькирии сидят два вот эти как раз снайпера которых нужно туда забросить штурмовиков снайперов и по сути ну видишь что там творится самоубийство они сейчас высадятся туда и как бы да они может кого-то спасут но если типа не приедет конвой за ними то их потом они за забрать не успеет и на значит зависает надо вот этой вот упавший валькирия там снизу значит их обстреливают прямо уже пробивают корпус то есть они уже настолько низко что уже до стрелковое оружие может пробить их корпус вот и она такая давай давай типа быстрее высаживайтесь два шнура сбрасываю троса и снайперы туда приземляются на крышу этой разбитой валькирии давай там значит уже отстреливать всех этих набегающих культистов вот но она там значит там делает кружочек и взлетает причем у неё нам все заполнено дымом и она сама чувствую что у него машина как бы там трясется то есть и тяжело движки работают на пределе вот она такая что как бы все высадились нормально нормально и говорят что нормально на земле вот он так она в любом случае лучше они на земле чем мы на земле не она значит водит самолет на ну-ка повышевали до валькирию выше 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 и ей докладывают этот бенедикта повреждения что у нас там левая вот на 2 хвостовых вот эти балки что левая хвостовая балка у нас пробитые воспламенилась вот и такая блин звучит не очень хорошо и такая ну что ребята придется видимо нам найти тихое местечко приземлиться и оценить повреждения выполнять боевую задачу не очень хорошо имея такие повреждения у нас что-то не так явно да и как бы она чувствует как будто боль даже машины ощущает ну что в принципе тоже было в черном я за что мы сейчас приземлимся выйдем посмотрим какой это произведем текущий ремонт и вернемся опять на позицию потому что какое-то время там все будут штурмовать прикрытие у них есть но скорее всего добром это конечно же не кончится и на этом еще вот четыре главы у нас получается заканчивается то есть операция продолжается ну судя по всему это вот четвертая глава большая в книге она еще идет там еще будут продолжение это основной кусок вот именно повествование за вся операция уже но узнаем продолжение у нас продолжение судя по всему будет что вытекло из этой операции и почему всех посадили почему все оказались до в тюрячки что вот героев то мы встречаем фактически всех в одном месте и все вроде когда герои и теперь да они окажутся вы него по какой-то причине тоже все в конце в одном месте но узнаем как вот такой вот рассказе надеюсь вам интересно хотя здесь конечно вот я читал эту ну блин слишком очевидно уши и всех шире это чатрин дискотта конечно же ну давай зачем вдохновлять ну как бы война война стреляют для спецназовцев то людей нечем вдохновляться валькирии летают титаны взрываются в общем все как надо все как надо вот такая у нас пятая часть большое спасибо за просмотр спонсор нашего канала вы смотрите это на неделю раньше всех и вам отдельное большое спасибо если вы смотрите на ю тубе и уже хотите следующую часть вот прям терпеть не можете то ставите спонсором прямо по кнопочкам внизу и уже там шестая часть для вас будет доступна когда это видео выйдет в общий доступ то там и 7 на недельку раньше чем остальным и 8 то с удовольствием получите быстрее и раньше чем все остальные но где бы вы это видео не смотрели вам спасибо за просмотр и увидимся в новом выпуске пока-пока-пока у нас самое крутое впереди и до него осталось полпути